Современно, адаптивно и модернизировано. Сегодня утром заработала новая версия сайта президента России. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обновленный ресурс значительно отличается от предыдущего. Он удобнее в использовании и автоматически адаптируется под мобильный телефон, планшет и крупные мониторы. В создании сайта принимали участие лучшие разработчики. Подробности у Полины Ермолаевой. В модернизации сайта Владимир Путин принимал личное участие. Все пожелания главы государства, как и рядовых пользователей, учтены. И 8 апреля ровно в 8 утра по старому адресу кремлин.ру латиницей или президент РФ кириллицей открылась обновленная версия ресурса. Один из самых хорошо сделанных сайтов России. В этом смысле логично, что это президентский сайт. С точки зрения дизайна, мне кажется, удалось соблюсти эту мысль. Там нет ничего лишнего. Все очень функционально, строго и все отлично работает. И, конечно, главная скорость, с которой работает сайт. Эксперты говорят, и предыдущая версия сайта была хороша. Просто время требует вносить свои коррективы. Работа проделана колоссальная. Теперь здесь собраны все архивные материалы, когда-либо опубликованные на официальных информационных ресурсах президента. Легко находится любое событие или мероприятие. Например, запрос в строке поиска «День Победы» дает 1182 результата. Набираем «Крым», получаем 361 документ. Самое главное, простая навигация и вообще доступность информации, которая там размещена, ну просто он стал чуть более читаемым на самом деле. Сумели ребята объединить там всю информацию, которая была, и сделать сквозной поиск вплоть до 90-х. То есть там можно теперь поиском найти любой документ, который там был с 90-х. Ну вот я попробовал обращение Ельцина, знаменитое 31 декабря. Есть. Борис Николаевич там обещает оставить страну в хорошие руки. В разделе «Документы» по-прежнему собраны все без исключения указы, законы и распоряжения, которые подписывает президент. И читать их с экрана стало гораздо удобнее. Подобраны новые шрифты. Сайт одинаково хорошо работает как на стационарных компьютерах, так и на смартфонах и планшетах. Примерно половина пользователей заходят в интернет с помощью мобильных устройств. По набору и сумме неких высокотехнологичных находок, которые я сумел увидеть на этом сайте, это действительно так, это некая уникальная заявка на что-то совершенно новое. На некий новый стандарт, который будут пользоваться рядовые интернет-пользователи, профессионалы, представители СМИ и даже, что немаловажно, люди с ограниченными возможностями здоровья, потому что для них там тоже все предусмотрено. С 2003 года у аудитории интернет-сайта есть доступ и к англоязычной версии, чтобы трудности перевода не мешали читателям правильно понимать российского президента. В новой версии переходить на английский стало очень удобно. Если вы читали какую-то статью или нашли какую-то статью на непонятном для себя русском языке, вы можете, вызвав это меню, переключиться на английский, и вас выбросит не на морду сайта, не на главную страницу, а ставить в этой статье, она просто станет англоязычной. Сайт kremlin.ru работает с января 2000 года. Это ключевой официальный ресурс, посвященный деятельности президента в России. Информация о встречах и поездках, стенограммы выступлений, тексты документов, фото, видео. Сотни тысяч пользователей ежедневно. Сегодня очевидно, рекорд посещаемости будет побит. Полина Ермолаева, Илья Косторнов, Ксения Клепик. Вести.